Сегодня отмечается Международный день музеев. Они являются хранителями памяти, местами, где оживает прошлое. Познакомиться с бытом разных народов, историческими ценностями, узнать, как люди жили в прошлом – все это можно сделать в музее. Новый корпус Национального художественного музея открылся в декабре. Тогда музей приобрел новые выставочные здания, реставрационные мастерские, фонда-хранилища, помещения научной библиотеки, книжно-сувенирный магазин. Новое здание, а уж тем более здание музейное, оно требует некоторого времени для того, чтобы, скажем так, раскрутиться и быть известной локацией в городском пространстве. Потихонечку сейчас обновили наш музейный сайт, сделали специальным образом карту. Мы сейчас с вами находимся в так называемом «синем зале», где расположилась выставка белорусской художницей и Григородиловской. Выставка Бориса Казакова, белорусского художника, мастера такой, я бы даже сказала, в какой-то степени фотореалистической или витрореалистической тенденции. Двигаемся, развиваемся, меняем подход к нашим выставочным проектам, и это уже заметно по всей работе нашего музея. Впервые попав в город Минск. И первое, что я запланировала, это посетить какие-то художественные выставки для людей. И чудом попала сюда. Я не знала художников, которые здесь представлены, но я в восторге. Познакомлю своих друзей, нашу группу, чудесными портретами в Лиге. И, конечно, всем посоветую. Стоимость посещения главного корпуса 8 рублей, выставочного 6, а комплекс 12. Но даже за целый день вы вряд ли успеете обойти весь комплекс, а скоро появится возможность покупать билеты онлайн. В Национальном художественном музее можно не только насладиться прекрасным, но и выпить чашечку кофе и приобрести сувенирную продукцию. И опыт музеев, и какое-то анкетирование, что хотят люди видеть, какие картины, какие работы на космосу мирной продукции. Чтобы это было и современно, и в то же время подходило нам как статус Национального художественного музея. Вот такие брошки в виде знаменитых вещей, например, желтая ваза с проспекта независимости или этот беламурный трактор, вам обойдется в 12 рублей. Яркие маски, которые не только вас украсят, но и защищат, стоят 20 рублей. А вот такие арт-носки 20 рублей. Сумка поясная с такими яркими художественными принтами вам обойдется в 36 рублей. Международная акция Ночь музеев – настоящий праздник для поклонников высокого искусства. Это праздник, окутанный тайной, наполненный музыкой и необычными встречами, всевозможными развлечениями и яркими впечатлениями. И, конечно, акция – это событие, объединяющее музеи и позволяющее сделать искусство чуть ближе зрителю. В этом году Ночь музеев состоится 21-22 мая. Тему этого Ночи музея мы выбрали начало координат, это путешествие. Путешествие не только во временной географической плоскости, но и в вашем воображении. То есть вы можете трансформироваться, становиться кем вы захотите. Вы можете изучать традиции Беларуси, вы можете плавно перейти и попутешествовать по Индии, вы можете побывать во французском салоне. Участие принимают практически все музеи столицы. Подробности на сайте ночмузеев.бай. Делитесь с нами в комментариях своими любимыми музеями. Мы обязательно их посетим и вам расскажем.